Здравствуйте! В эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария в студии Беслана Суидимова и в начале коротко о главных темах выпуска. Школьную мебель изъяли, а ее производитель под следствием, чем на самом деле отравились ученики из Нижнего Черека. Роспотребнадзор озвучил итоги проверки. На Эдбрусе пройдет очередная патриотическая акция Минобороны. Военные возобновят поиски останков советских солдат. Профориентационные экскурсии по заводам Минпром помогают выпускникам определиться с будущей профессией. Конституционный суд России признал международный договор о присоединении Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации соответствующим Конституцией, сообщает сегодня информагентство со ссылкой на председателя суда Валерий. С запросом о проверке законности присоединения Крыма накануне обратился президент Путин. По действующему законодательству Конституционный суд должен дать свою оценку о порядке образования новых субъектов. Теперь, согласно процедуре, проект подписанного вчера межгосударственного договора вместе с проектом федерального конституционного закона о присоединении Крыма и Севастополя может быть направлен в Госдуму. Если обе палаты российского парламента проголосуют «за», в Конституцию внесут изменения. Текст 65-й статьи основного закона государства дополнится названиями и определениями статуса и границ новых регионов. С просьбой о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России Владимир Путин к депутатам обратился еще вчера. Его внеочередное послание Федеральному собранию по Крыму встретило беспрецедентную поддержку собравшихся в хребле парламентариев представителей гражданского общества и глав российских регионов. Прокомментировал обращение Владимира Путина и временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии. Юрий Коков назвал выступление президента России в Кремле выступлением лидера великой страны, занимающей ключевые позиции в мировой политике. А также отметил, что дана взвешенная и объективная оценка событий, ставших причиной потери исконно русской земли Крыма. Далее цитирую. Глава государства особо подчеркнул, что принятое в 1954 году решение о передаче полуострова вместе с Севастополем в Украине сопровождалось очевидными нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм. И вот спустя два десятка лет Крым и Севастополь по абсолютно точному определению Владимира Путина возвращаются в родную гавань, в Россию. 95% населения Российской Федерации, подчеркнул президент, считает, что Россия должна защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму. Конец цитаты. В Рио главы отметил и общереспубликанский митинг в Нальчике в поддержку присоединения полуострова и Севастополя к России. Тысячи жителей Кабардио-Балкарии заявили о своей солидарности с многонациональным народом Крыма и готовности оказать всестороннюю помощь, сказал Юрий Коков и добавил, что каждого из нас переполняет чувство гордости за Россию, ее руководителя, в сложный исторический момент отстоявшего общенациональные интересы. О перспективах сотрудничества шла речь в Москве на встрече в Рио главы КБР с председателем правления Россельхозбанка. Юрий Коков обсудил с Дмитрием Патрушевым вопросы взаимодействия банка и правительства КБР по поддержке ключевых отраслей экономики, в том числе долгосрочного сотрудничества в области модернизации инфраструктуры агропромышленного комплекса региона. Эти направления находятся в зоне приоритета в Россельхозбанке. В настоящее время его доля в кредитовании сезонных полевых работ в КБР достигает 90%. Юрий Коков и Дмитрий Патрушев высказались за реализацию при поддержке Россельхозбанка ряда проектов, имеющих высокую социально-экономическую значимость для КБР. Продолжаем. Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов стало главной темой сегодня на расширенном заседании Комитета парламента по труду, соцполитике и здравоохранению, инициировал дискуссию в Госкомзанятости Кабардино-Балкарии. В прошлом году в службу обратились почти 1200 инвалидов. Более 250 трудоустроили, 37 направили на профессиональное обучение. Федеральный закон о социальной защите людей с ограниченными возможностями здоровья дает регионам право самостоятельно устанавливать квоты для трудоустройства инвалидов в организациях численностью более 35 человек. Принятие квотирующего документа на уровне республики было бы нецелесообразным, считает заместитель руководителя Госкомзанятости Лариса Гызыева. Ведь под эту категорию в основном попадают предприятия среднего и малого бизнеса. Выполнять обязательства по трудоустройству для них стало бы непосильной ношей. Конечно, хочется поддержать средний и малый бизнес, да, и, так скажем, в то же время надо решать, вернее, трудоустройство. Там, где люди могут, в принципе, с людьми ограничениями работать. То есть надо подумать, и задача парламента будет, и исполнительная власть, и для того, чтобы находить деньги для создания таких. Ну, подумать над этим, чтобы расширить возможности. По данным ведомства, на начало этого года на учете в службе занятости КБР стоит 768 инвалидов. Создать 108 специализированных рабочих мест поможет бюджет республики. Работодателям будет выплачено по 69 тысяч рублей. При этом центры занятости зачастую сталкиваются с нежеланием некоторых людей с ограниченными возможностями трудиться, отметила Лариса Гызыева. А в статистику безработных они все равно попадают. Депутаты обратили внимание еще на одну проблему. Поступают жалобы на работодателя, которые целенаправленно ищут повод уволить инвалида. Рассмотрение таких случаев надо брать под особый контроль, подчеркнула зампредпарламента Татьяна Саенко. Заинтересованным ведомством рекомендовано в кратчайшие сроки представить предложение по улучшению ситуации с трудоустройством инвалидов, чтобы депутаты успели подготовить законопроекты и принять их до окончания весенней сессии. Не хлор, а формальдегид. Сегодня официально объявлено, что стало причиной отравления учащихся Нижнечерекской школы. В Республиканском управлении Роспотребнадзора состоялась пресс-конференция. Напомню, инцидент произошел в конце февраля. С жалобами на тошноту и головокружение в больницу тогда попали 76 детей. В ходе лабораторной проверки выяснилось, что нарушение санитарных правил действительно не было места. Уборка помещения проводилась при закрытых окнах. Однако количество хлора в воздухе было в пределах нормы. Дальнейшее исследование выявило четырехкратное превышение содержания формальдегида. Этот токсичный газ может вызвать поражение нервной и дыхательной систем, а также и другие физические расстройства. Сейчас предприниматель в этом уже... По результатам лабораторных исследований мы подтвердили факт миграции в окружающуюся формальдегида из данного стола. Сейчас вся мебель вывезена из школы в отношении производителя ядовитых столов. Компания находится в Урванском районе, проводится расследование. Как заверила главный внештатный токсиколог Минздрава Марина Шаова, говорить о какой-либо дальнейшей угрозе здоровью детей нет никаких оснований. Поиск советских солдат, погибших на Эдбрусе во время Великой Отечественной, будет продолжен. Такое решение принял министр обороны России Сергей Шуйгу. Об этом сегодня сообщила пресс-служба военного ведомства. Уже создана специальная рабочая группа, которая займется организацией поисков в Баксанском ущелье и перезахоронением останков красноармейцев. Начнется патриотическая акция. Предположительно, в июле район предстоящего поиска определен на высоте от 3,5 до 4 тысяч метров. Сейчас ведутся историко-архивные работы, которые помогут выявить, где ими нашли бои. Напомню, в прошлом году вахту памяти несли более 80 военнослужащих, Минобороны и местный поисковый отряд «Мемориал Эльбрус». Тогда им удалось найти на спорах Эльбруса и в урочищах Дангуз-Арун, Азау, Тирскол и Эрик Чад останки 36 советских воинов. К другим темам. Заводы детям. Образовательный проект Минпрома шагает по предприятиям Кабардино-Балкарии. Экскурсии для старшеклассников уже прошли на заводах Нальчика, Прохладного, Майского района. На очередной профориентационный поход отправились школьники Баксана. Местное предприятие автозапчасть выпускникам понравилось, но выбирать работу на токарных и фрезерных станках они пока не торопятся. Продолжит тему Адам Абазов. Образовательный проект Минпромторга завода детям призван рассказать школьникам, как работают промышленные предприятия республики, показать востребованность рабочих специальностей и тем самым привлечь подростков к их освоению. На этот раз экскурсию устроили и на заводе Баксана автозапчасть. Предприятию более 40 лет еще с советских времен здесь выпускают глушители для автомобилей. Ребята живо интересуются, как проходит рабочий день в цехах, из чего складывается оплата труда, в каких учебных заведениях учат на конструкторов, а в каких на сварщиков. Хотят узнать об используемых компьютерных технологиях. Интересно очень было, что мне кажется, это в реальности увидеть совсем не то, что на картинке. Очень большое и там очень много интересного, деталей всяких. Думаю, что это достойная работа для некоторых людей. И будет действительно в некотором случае очень интересно тут работать. Экскурсии разработаны с учетом профиля школ, а в некоторых районах еще интегрированы в образовательную программу учебного заведения. На предприятии рассчитывают. Подобные встречи помогут юным посетителям поскорее определиться с профессией. И для кого-то в будущем Баксана автозапчасть станет местом работы. Каждый день ходят, ребята смотрят, интересуются. Они просто не знают, что это вот такое есть, но что он выпускает, как они работают, они не знают. Вот на этих экскурсиях они об этом все узнают. Я думаю, что в дальнейшем они к нам в перспективу и вернутся. У школьников есть возможность высказать свое мнение об увиденном. Анкеты анализируют специалисты госкомзанятости. Такие поездки – работа на будущий результат, утверждают представители предприятий и участников акции, тем более в пору кадрового голода в сфере рабочих специальностей. Адам Абазов, Сафар Гириев, Анатолий Дереко, Вести Кабардино-Балкария. Ледовая арена на площади Абхазии закрывается. Поддерживать ее в надлежащем состоянии становится все сложнее из-за потепления, говорят специалисты. Конструкцию демонтируют не навсегда, уверяют. В начале зимы каток заработает вновь. Напомню вам, его площадь 800 квадратных метров. Одновременно он может принять до 20 человек, хотя зима показала, что и больше. И далее о погоде на завтра расскажет Лея Ломахова. Наш следующий выпуск уже в 19.40. Не пропустите. Мы учим, учимся сами. Совершаем открытия и лечим больных. Мы строим дома, осваиваем новые территории. Спасаем жизни и поддерживаем порядок. Мы заботимся о детях, радуемся успехам внуков. И продолжаем создавать будущее. Банк Еврокоммерц. Более 20 лет мы оказываем поддержку жителям республики и всей страны. Добрый вечер. Метеовести от центра ФОБОС. Антициклон, во власти которого будет находиться Кавказский регион, разгонит облака, день будет достаточно теплым. В Зольском районе, однако, пасмурно, но плюс 18. У подножия Эльбруса снег днем около ноля, в темное время суток до 7 мороза. В Тернаузе возможен дождь и 10 тепла. Облачно с прояснениями в Баксане, Чигеме и Нордкале. Здесь 16-18 градусов со знаком плюс. В Прохладненском и Майском до плюс 20. В Терском и Лискенском районах днем воздух прогреется до 19 градусов, ночью не исключен дождь. В Кашхатау облачно с прояснениями плюс 15. В Нальчике в светлое время суток столбик термометра достигнет отметки плюс 17. А после заката над столицей Кабардино-Балкарии сгустятся тучи, температура снизится до 8 тепла. Это все о погоде. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»